Редко можно прочитать об анонимных мастерах Северного Возрождения в многочисленных энциклопедиях по изобразительному искусству. Еще реже можно встретить качественные репродукции их произведений в интернете, разве что случайно можно увидеть в каком-нибудь музее, а ведь их картины не менее интересны и великолепны, чем произведения именитых мастеров. Некоторые из этих скромных тружеников условно названы искусствоведами «мастер-девы среди дев» или «мастер-алтаря святого Иоанна Крестителя» или «мастер из Франкфурта». Но многие не имеют и этих условных наименований. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Его условное имя происходит от названия картины «Дева среди дев». Близость его стиля характерна деловской манере миниатюристов, а также его собственные рисунки к книгам, отпечатанным в Делте, подтверждает, что мастер Девы среди дев работал именно в этом городе. Субтитры создавал DimaTorzok Его женские фигуры лишены грации, их лица плоские и угловатые. Подобно свете придворных дам, богоматерь окружают роскошные одетые святые – Екатерина, Цицирия, Варвара и Урсула. Их атрибуты на груди – колесо, на котором погибла святая Екатерина, стрела – символ мученичества святой Урсулы – превращены в изящные золотые украшения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Художник повторяет свой излюбленный, очень необычный тип женского лица с непомерно большим выпуклым лбом, тонкими бровями и полуопущенными, чуть припухшими веками. Бледные лица неяркие, часто сероватые краски, среди которых даже красный цвет теряет свою звучность. Все это вызывает у зрителя странные ощущения чуть печальной, холодноватой от решенности от всего зимы. В творчестве мастера большую роль играет фантазия. У мастера-дева среди дев она изысканна и условна, как мадригал придворного поэта того времени. Можно при желании рассмотреть символику святых и логически сделать вывод, кто есть кто. Символы святых, атрибуты святых одежда, типичные предметы или звери, которыми сопровождаются изображения христианских святых, позволяющие быстро опознать их, что было особенно необходимо в эпоху, когда большинство прихожан было неграмотным и считалось, что живопись – это Библия для тех, кто не умеет читать. Библия для тех, кто не умеет читать. Часто атрибутами святого мученика становились орудия его пыток и казни, либо отрезанные части его тела. В других случаях святого сопровождают животные, например, чудесным образом кормившие его, либо являвшиеся ему в видениях. Атрибуты профессии, которой он занимался при жизни, или же той профессии, представителем которой он покровительствует сейчас. Некоторые атрибуты являются весьма распространенными и отмечают целые группы святых. Короны для святого царского рода, тиары для пап, митры для епископов, писания для авторов религиозных трудов, отцов церкви, пальмовые ветви для девственниц, черепа для отшельников. КОНЕЦ Ориентироваться в изображениях канонизированных монахов помогает знание разновидностей и цветов ряс у различных орденов. Многие символы римской католической традиции различаются от православных по той причине, что в двух традициях могли быть разные легенды об одном и том же святом. В искусстве католических стран атрибуты используются намного чаще, поскольку детализация помогала пониманию сюжета и не так жестко сдерживалась живописными канонами, как в православии, где подчас святого можно опознать лишь по надписи. КОНЕЦ Суровость его стиля поражает, например, в поклонении волхов, которая является поэтической версией картины «Харлемской школы». В композициях на безысходные и скорбные темы, снятие с креста, оплакивание Христа, положение его гроб, эта суровость приобретает более драматический характер. Она господствует в большинстве дошедших до нас произведениях мастера-дева среди дев, в частности, в триптихе «Распятие», состоящем из сцен несения креста «Распятие» и «Снятие с креста», и наполненном взволнованной нервной толпой людей, сложные драпировки которых подчеркивают их страстный характер. В темной палитре художника преобладают коричневые и серые тона, которые дополнены вибрирующими яркими цветами, пронзительно-красным и едко-зеленым. Произведения, которые сегодня приписываются мастеру-девы среди дев, столь разнообразны по качеству, как будто они созданы разными художниками, несомненно, деловскими, имевшими общие истоки. КОНЕЦ 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 Тоже можно сказать и о многочисленных гравюрах на дереве, которыми иллюстрировались в частности 15 вражей, изданных Якобом ван Дермером, Кристианом Стеллартом и Эккертом ван Хомберхом в Делфте и Гератом Леем в Антвербене в 1483-1500 годах. Все эти произведения остаются самым суровым выражением голландского искусства 15 века. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»